Под присмотром врачей и в звездном кругу гостей с Хрюшей, Филией и Степашкой начался учебный год для 13 школьников региона. Пациентам единственного в Иркутской области онкологического детского отделения приехали герои, которых ребятня всей страны привыкла видеть по телевизору. Общение вживую – совсем другое дело. О чем разговаривали, узнала наша съемочная группа. Приветливого московского гостя уже ждут. В игровой комнате собралось почти все детское онкологическое отделение. Среди ребятишек и их родителей спрятались 8 первоклассников. Именно их с началом учебы хотят поздравить Хрюша, Филя и Степашка. Они находят каждого и даже немножко провоцируют. Ну а как? Ну двойку-то надо получить? Хотя одну? Нет? Ну хотя бы одну двойку. Не надо, Хрюша, я тебе докажу. Хотя бы одну. Что ты пристаешь? Приставать с вопросами медики разрешают. Это помогает детям, которые проводят здесь по несколько месяцев, встряхнуться. Они быстрее выздоравливают, они радуются. Поэтому мы всегда приветствуем гостей от любого уровня. Мы взаимодействуем со школой. У нас приходят преподаватели по разным дисциплинам. И с первоклассниками мы занимаемся. Занятия и обучающие развлечения облегчает интернет. Он появился в отделении полтора года назад. Девятиклассник Валентин пользуется Wi-Fi для общения с одноклассниками. Сверяется с учебной программой, чтобы не отстать от нее. Я подключаюсь и самолично догоняю школьную программу, которую пропустил. Английский учу, потому что он по жизни пригодится. Да и хотят его ввести через год, сдавать обязательный экзамен. Хочу хорошо сдать. Сдали шуточные экзамены сегодня все. Даже дошколята. Гости, в свою очередь, приятно удивились уровню развития ребятни. Я ведь когда сказал о том, что какая-то интеллектуальная публика в Иркутске, я совершенно не льстил. В Иркутянах глубокая интеллектуальная такая подкорка. Но свидетельством этому является и участница нашей программы Иркутянка Ангелина Вовк. К Иркутянам в гости актеры готовы приехать еще не раз. Очень рассчитывают, что на следующей встрече дети порадуют не только знаниями, но и самое главное здоровьем. Ла Дорбакова, Михаил Глызин. Новости по будням.